Юхо-хо, детишки, краба мне за пазуху! Сегодня я расскажу вам о шикарной игре про мореплавание и пиратство. Только своим обычным голосом иначе очень быстро сорву. И называется эта игра «Море воров». Да, звучит как-то не очень приятно уху, правда же? Поэтому оригинальное название Sea of Thieves ей, наверное, больше подойдет. Есть такая категория игр, которая в отрыве от атмосферы может быть не такой уж и интересной, какой ее пытается преподнести. Однако, та самая атмосфера находится у этих игр на столь высоком уровне, что игровой процесс буквально преображается. Это как раз про Sea of Thieves. Правда, неверно будет сказать, что у нее беда с геймплеем. Беды на самом деле нет. Что из себя представляет игра? Ну, в Википедии ее жанр обозначен как «Многопользовательский приключенческий йо-хо-хо боевик». Я обращаюсь к Википедии, потому что, честно говоря, сам не знаю, как обозначить этот жанр. Впрочем, это на самом деле не важно. Какая разница, к какому жанру она принадлежит, главное, что игра интересная. Просто назвать эту игру боевиком, конечно, можно, но этим можно все что угодно назвать, включая какую-нибудь там, не знаю, «Шевелл Паниш Твэм». Там ведь есть бои? Есть, значит, боевик. Слово «приключение» все же ей подходит больше. Вот мы начинаем игру матросам. Ну, как матросам? Пиратам-матросам. Играть, конечно, можно одному, но это и в половину не так интересно, как играть с командой. Даже не в четверть. На выбор дается три типа корабля. Шлюп, Брик и Галеон. Помните начало первых пиратов Карибского моря, где Джек с Тернером проникли на Галеоны, и команда над ними посмеялась, мол, им невозможно управлять вдвоем. В «Море воров» та же история. Шлюп – это такое маленькое, хоть и уютное, корыто, которым можно управлять даже в одно рыло, но вдвоем оно куда более податливое. Брик – уже корыто побольше, на трех матросов, и управлять им заметно сложнее. Ну, а про Галеоны говорить нечего. Трехполубник, с которым лучше не сталкиваться в бою, но управляется он только слаженной работой всей команды. Я сейчас объясню. Стартуем мы в любой таверне на берегу. Берем задания, о них позже, или можно прям без задания отплывать, и, собственно, отплываем куда хотим. Только сначала неплохо было бы собрать ресурсы. При генерации твой корабль содержит в себе немного подобных, но этого вряд ли хватит, хоть на сколь-нибудь серьезное плавание. Зато вот на острове часто полно бочек с бесплатным снаряжением, так что затариваемся всем, чем можно, все, что найдем, все наше. Тут полный коммунизм. И вперед. Управление кораблем тут постарались сделать аутентичным, приближенным к реальности. Конечно, трудно назвать его реалистичным на все 100%, но этого и не надо. Итак, с чем придется столкнуться на корабле бравому вонючему пирату? Ну, чтобы отплыть, нужно поднять парус, конечно. Управление парусом осуществляется при помощи системы канатов. Притом, один его поднимает и опускает, другой меняет положение и ловит ветер. В зависимости от степени поднятости парусов, менять можно и скорость. Ну и, конечно же, на скорость движения влияет ветер, который, безусловно, может не раз измениться в пути. Поэтому его нужно ловить. Плыть по ветру всегда одно удовольствие. Это быстро, это красиво, парус прям так трепещет. Но любой пират должен быть готов к тому, что ветру будет плевать на его планы. И тут уже все зависит в первую очередь от слаженности команды и во вторую от типа корабля. К примеру, шлюп против ветра плывет быстрее других, потому что он маленький и легкий. Зато, если галеон встал по ветру, то можно даже не пытаться его догнать. Дохлый номер. Мы уже, кстати, пробовали. Действительно, дохлый. А что до слаженности команды, то вот мы уже подняли паруса, почему же мы не плывем? Потому что вонючий помощник рулевого не поднял якорь, попугая мне в печенку. Как ты собираешься плыть с опущенным якорем? Как всегда, якорь служит для остановки транспорта. И еще для некоторых таких морских хитростей типа дрифта. Однако нужно понимать, что мгновенно он не поднимается и не опускается. Так что нужно точно рассчитывать, когда его бросать. И шевелить ногами, когда нужно срочно стартовать. Так как на хвосте вражеский корабль, например. Это нормальная ситуация. Тут два типа врага. Нежить и жить. Нежить она и в море воров. Нежить плавают, значит, скелеты на гнилых кораблях с рваными парусами. Их нетрудно узнать по сине-зеленой иллюминации, горящей ночью. Живые игроки это... Это дело совсем другое. Смотря на кого наткнешься. Порой один оборванец может наворотить такого, что в миг корабля лишишься. Но в целом, да. Нужно сказать, что рядом с живым нельзя чувствовать себя в безопасности. Потому что среди пиратов, кроме команды, у тебя друзей нет. Даже самый мирный кораблик, который занимается спокойной рыбной ловлей, может в любой момент начать атаковать тебя. Например, ты нечаянно наткнулся на мегалодона или на кракена, или вступил в бой с кораблем, и он тут же палит тебе в спину. Просто потому, что почуял легкую наживу. Такова жизнь пирата. Поэтому, в общем-то, все зависит от твоего стиля игры. Однако, послушайте меня, салаги. Пират это не бравый солдат короны. Хороший пират, живой пират. И потому сражение, которого не было, лучшее сражение для пирата. А самое главное, то сражение, из которого он смог извлечь выгоду. К примеру, ты награбил золото и везешь его на фортпост для продажи. Какой тебе резон вступать в бой, а? Пусть ты уверен, что победишь, но тут важна каждая мелочь, и что-то всегда может пойти не так. О, сколько же у меня таких историй. Во время перестрелок с другими пиратами на нас нападал мегалодон. Это такая гигантская акула. Но мегалодон-то ладно, на нас нападал кракен. Уж кто такой кракен, думаю, вам не нужно объяснять. На нас в этот момент нападали корабли нежити, начинал извергаться вулкан, пробивая обшивку корабля падающими каменюками. Начинался шторм, молния била в мачту, мачта падала. Всего и не упомнишь. Мне хватило бы на целую книгу. И это была бы веселая книга. Однако далеко не всегда сокровища удавалось сберечь. Так что пока ты пустой, ты можешь рисковать. Но если трюм забит дублонами, лучше помалкивая своем счастье. Именно поэтому важна слаженность работы в команде. Один рулит и следит за курсом. Второй, по возможности, следит за положением паруса. Но самое главное, он работает как система раннего оповещения. Здесь это взгромозившиеся на мачту моряк с подзорной трубой, высматривающие корабли. Море воров обманчиво и постоянно из тумана будут выплывать силуэты, похожие на корабли, но это не они. Это скалы или башни фортов. Однако, если все же это корабль, то нужно вести себя осторожно. Прикинуть, какой у него курс, идет он на перерез или плывет по своим делам. И вообще, живой это человек или нет. Именно поэтому огни корабля лучше потушить и плыть в стелс-режиме. Все огни, кроме трюмового, потому что ночью без огня тут так темно, что вообще ничего не видно. Либо же можно заменить пламя на зеленое, замаскировавшись под нежить. В общем, в ход идет любая хитрость. Хитростью пират выживает. Однако, если никакое ухищрение не помогло, завязывается бой. Бой в игре это, наверное, самое интересное. Хотя это спорный вопрос, потому что в игре любое действие интересна, такая уж эта игра. Но все же, бой это просто нечто. Инвентарь игрока ограничен пятью досками, десятью ядрами и пятью пайками. Все это очень скоро понадобится. Дело в том, что в игре практически нет автоматики, и все нужно делать самому. Опускать паруса, поднимать якорь, вот даже пушку заряжать после каждого выстрела. Пока рулевой лавирует, занимая удобную позицию, другие пираты занимаются обстрелом вражеской посудины. В игре точечная система повреждений. Например, если пару раз попасть в мачту, то она падает. Чинить ее, разумеется, можно, но это долго, а главное опасно. Без мачты корабль стоит. Для поражения мачты можно использовать книппели, но я заметил, что ими редко кто пользуется. Проще палить обычными ядрами. К тому же гораздо более выгодны другие цели. Например, штурвал. Оставшийся без руля корабль находится в весьма затруднительном положении. Но главное, это, конечно, корпус корабля. Если ядро попало в него, образуется дыра. Их то ли два, то ли три вида. Маленькая, через которую вода поступает медленно, и большая, через которую льет, очень, так знаете ли, хорошо. Если корабль достаточно залит водой, он идет ко дну. Хитрость в том, чтобы бить по самому днищу, так как чем ниже дыра, тем проще воде в нее залиться. А продрявленный борт не так страшен. Хотя это тоже игнорировать не стоит. Кроме обычного ядра, в пушку можно зарядить бомбецы или огненные бомбочки, которые будут либо поражать живые цели, что тоже полезно, но не так сильно. Либо поджигать все вокруг, что уже более полезно. А можно зарядить волшебное ядро, если таковое есть. О, тут много разных интересных вещей может попасться в странствиях. Например, ядро такелаж. Мгновенно поднимает вражеский парус. Идеальный вариант, чтобы удрать. Хотя есть и получше. Есть ядра, закупоривающие бочки на время, и из них невозможно достать припасы, чтобы сражаться или залатать корабль. Есть пьяное ядро, которое опьяняет пиратов. А пьяный пират это почти беспомощный пират. Его шатает, тошнит, и сражаться в таких условиях очень непросто. Есть ядро якорь, которое этот самый якорь волшебным образом сбрасывает. Если пальнуть так в галеон, то у тебя резко появляется шанс выжить, так как пока на нем якорь поднимут обратно, ты уже успеешь далеко уплыть. Главное не забывать, что плыть нужно против ветра, потому что по ветру галеон тебя догонит, обгонит и расстреляет. Ну а иногда на островах попадаются ценные бочки с порохом. О, порох здесь это оружие Армагеддона. Обычно их прячут там, куда реже всего стреляют. Например, на самый верх мачты. Потому что если одна такая рванет, то повреждения будут очень серьезные. А если такая рванет в трюме, то скорее всего это будет конец для корабля. Зачем же их тогда у себя держать, спросите вы? О, ей зачем. Например, за тобой погоня. Вариант первый, простой. Бросить бочку за борт. Далеко не факт, что ее заметят, и при наезде на нее, она детонирует. И преследователям становится резко не до погони. Вариант второй, более веселый и рискованный. Незаметно в режиме стелс, матрос вместе с бочкой нырять с носа в воду и старается уцепиться за вражеский корабль. Если удалось, то он просто протаскивает ее на судно и там детонирует. Ну а если бы он ее еще и в триумф затащил, вот честь ему и хвала, и плевать, что он там сдохнет. На самом деле, смерть тут условна. Погибший матрос на 30 секунд отправляется в иной мир, а потом возвращается на корабль. Если, конечно, он еще не утонул за время пребывания в мире ином. Если же тебя просто выбило с корабля взрывом, что довольно обыденная на самом деле ситуация, или ты сам опал про хиндей, то поблизости появится русалка, а точнее русал. Это определенный мужик. Но важно то, что он тебя телепортирует обратно на корабль, поэтому финты с диверсиями проводят тут очень часто. Нередка ситуация, когда пираты сами себя заряжают в пушку и выстреливают с собой. Да, здесь так можно. Физика здесь довольно-таки условна. И добираются до корабля, где и начинают кутить. Бой в игре довольно примитивен. Каждый вонючий пират имеет при себе огнестрельное оружие и верную саблю. Независимо от внешнего вида, вооружение всегда одинаково, и в этом смысле ни у кого нет преимущества. Огнестрел здесь трех типов. Обычный пистоль, снайперская винтовка и дробовик. Ну, точнее, их кремниевые аналоги. Притом, всего с собой ты можешь нести пять патронов. Я знаю, что это не патроны, но вы меня поняли. То есть этот боезапас быстро кончается, и в гуще схватки может не оказаться возможности или времени пополнить их запас. Так что в ход, как правило, быстро идут сабли. Махать сабли не тяжело. Удар и блок, вот и все приемы. Есть еще сильный удар, но он такой медленный, что используется не столько в бою, сколько для маленьких пиратских хитростей, вроде ускоренного покидания корабля. Но пусть бой примитивен, все же нужно наловчиться, чтобы давать отпор живым игрокам, которые проникли на корабль. Иначе за 30 секунд, пока команда возрождается, этого корабля можно не досчитаться. А ситуация зависит. Но что делать, если в невыигрышной ситуации оказались именно вы? Если ядро попало в борт, то необходимо доской заделать дыру. Чем она больше, тем дольше ее заделывать. Налитую воду надо бы вычерпать ведром. Если на судне пожар, то его необходимо быстро затушить. Он и тебя ранит, и судно разрушит, и видимость очень сильно ухудшает. Для тушения есть бочка с водой. С другой стороны, если в тебя попали и пробили тебе днище, то вода у тебя в трюме так и так есть. Так что с этим проблем точно не будет. Точнее наоборот, именно с водой у тебя проблемы в первую очередь будут. Вообще все, опять же, от ситуации зависит. Раны здесь залечиваются поеданием фруктов и иногда рыбы, если есть. Она более редкая, чем фрукты. И все это ядра, фрукты и доски нужно будет постоянно доставать из бочек. Так что скучать не придется. После хорошего боя корабль, что снаружи, что внутри похож на старое латанное-перелатанное корыто. Зато после гибели вражеского корабля, неважно живого игрока или неживого, медленно всплывает добыча. Это парочка интересных вещичек, всякие там, не знаю, бочки со снаряжением, плюс все, что было ценного на корабле. Конечно, оно само себя на борт тоже не погрузит. К твоим услугам комфортабельные грязные вонючие оборванцы, плывущие с тобой на корабле. А ну еще гарпун. Как и почти у всего в игре, у гарпуна много разных применений. Например, им можно зацепиться за корабль, чтобы не дать ему скрыться, или за берег, чтобы не бросать якорь для быстрого старта. Но главное его назначение, конечно, это забирать добычу, плавающую в воде. Ну и упавших за борт тоже, также можно грузить назад на корабль. Чтобы сиянием добычи не привлекать лишнее внимание, лучше отнести все это в трюм и прикинуться нищими. А потом все это успешно продать. Продать тут можно почти все, что угодно. Черепа, павшей нежити, сундуки с золотом, разные камни, золотые изделия, коробки со специями, с чаем и прочим. Тут можно продать практически все, что угодно. Главное, найти нужного покупателя. Так вот и набирается сумма на счете. Для чего она нужна? Ну, за нее можно покупать разные скины. В общем-то, только их и можно. Игра ставит игроков в равные условия. Здесь нельзя прокачать корабль или оружие. Все, что ты можешь сделать, это сменить ему внешний вид. Ему, своему оружию, ну и себе, конечно, тоже прикупив наколки, бороды, одежды, крюки там на руку или на ногу. И с одной стороны, это абсолютный баланс, что на самом-то деле великолепно. С другой же, это как-то не удовлетворяет запросы, что ли. Просто разнообразия в игре не так уж и много в этом смысле. Да, она берет процессом, но нужно же как-то наслаждаться результатом. Здесь нет прокачки уровней, здесь нет никаких достижений как таковых. Я имею в виду те достижения, которые можно пощупать, а не просто достижения в стиме или внутриигровые ачивки. Я не говорю о постройке фортов там или еще чего-то, но, например, сделали бы хотя бы разные модельки кораблей для покупки. Да, антуражем игры это не продиктовано, какие тут могут быть модели, если они все одинаковые тогда были. Но все же, это скорее придирка, но как-то, знаете, не очень весело понимать, что твои достижения ни на что не повлияют. Но все-таки игровой процесс все искупает. Все и всех. Чем можно еще заняться между сражениями с кораблями? Ну, есть компания, если угодно. В шестом сезоне добавили даже компанию с Джеком Воробьем, что фанатам серии Карибских пиратов придется по душе. Ну, на мой взгляд, они не такие интересные, как обычные приключения, так как динамика действий там проседает. Там обычно давят на созерцание, на интересные моменты, например, из того же самого фильма про пиратов Карибского моря. Да, это интересно фанатам, но в целом ты просто смотришь со стороны, а где же сражение, где же плавание, а нет там этого. А вот что до обычных приключений, можно взять задание любой из фракций, коих тут несколько. Орден душ, золотодержцы, торговый союз, еще рыбаки вроде какие-то. Каждая фракция дает свой тип заданий. Это поиски кладов или уничтожение пиратских команд. Еще есть орден душ для пвпшников, чья задача топить корабли игроков. Можно не просто взять задания от фракции, а стать их эмиссаром, подняв их флаг. Тогда ты получишь надбавку за продажу эндобра и специальные задания. И еще мишей на свой корабль, так как эмиссарский флаг, но добычи от эмиссаров как обычно всплывает больше. Чем больше сдаешь им добра, будучи эмиссаром, тем выше твой уровень и тем больше можно у них купить интересных скинов. Также важен уровень сессионный, то есть тот, который ты поднял именно за это плавание. Максимум он пятый, и на пятом дают особо ценное задание, которое принесет в перспективе много денег. Орден душ дает заказы на истребление мертвецов. У капитанов, кстати, часто есть карты сокровищ, но если нужны прям вот именно сокровища, то лучше поработать со златодержцами. В поиске сокровищ тут сделаны очень интересно. Сначала в подсказке тебе дается наводка на остров, к которому нужно приплыть, который сначала нужно найти на карте, а потом автосгенерированное в стихах, в тех еще стихах загадка, мол, у знака в виде буквы ЗЮ я взад тебе кинжал ванзю. Это значит, что на острове нужно найти знак с буквы ЗЮ и что-то с ним сделать. Там, не знаю, поиграть рядом с ним на музыкальных инструментах или посмотреть на нужный объект, тогда появится вторая подсказка и так далее, пока тебе не скажут, где именно копать. А дальше дело компаса и лопаты. Добычи бывают разные, но ценнее всего, как это ни странно, самые обычные деревянные сундучки, независимо от содержания внутри. Дело в том, что на продажу любую вещь ты можешь таскать лишь одно за раз, а если у тебя вагон драгоценностей, то тебе поможет пустой сундук, потому что в него одновременно можно положить три маленьких вещи, так что количество забегов до кассы сократится минимум втрое или в шестеро, если у вас двое в команде. Вот так и шляешься по островам, ища золото. Поверьте, это очень интересно. Ну или ты можешь плавать и топить корабли нежити в море, там тоже можно хорошенько поживиться. А за торговый союз можно перевозить товары туда-сюда, иногда их сперва еще нужно найти. Если растения тебе могут всучить и так, то вот, например, курицы или свиней придется искать самому на островах, ведь все эти занятия можно совмещать, разумеется. Только главное не забывать, что растения нужно поливать, а животных кормить, иначе помрут. В конце концов, можно просто мирно ловить рыбы и продавать ее факторией. У них тоже свой такой орден маленький. Ты можешь быть кем угодно в мире воров. И это сильно подкупает. Ассасины же... Ну, их никто особо-то не любит, включая их самих. Они охотятся за эмиссарами, ведь за них им повышенный оклад платят. К тому же, на пятом уровне эмиссарства впрочем, их тоже все на карте видят, так что нужно всегда следить за импровизированным радаром. Особенно весело, когда ты берешь ПВП-сундук. Да, тут можно просто найти затонувшее судно и выводить оттуда интересности. Но есть особые сундуки, взяв которые, ты отмечаешь себя на радарах, и теперь любой захочет поживиться за твой счет. При этом, необязательно даже гнаться за тобой. Они просто могут поджидать тебя около единственного места, где этот сундук можно продать. Да, засада и подлость и приветствуется всего Фивз. Помню, как нам такую устроили, при том, как на воде, так и на суше. И пока капитан Тритон изображал побег от корабля, пират Либрариум рванул вплавь до острова с сундуком. Но и там меня поджидали прямо в палатке. Человек специально натаскал туда бочек с порохом целый вагон, чтобы когда я вошел, он все это подорвал и гарантированно меня убил и забрал бы сундук и там же сразу же продал. Он явно был на связи с кораблем. Но, видимо, они не заметили, как я покинул корабль, потому как готовивший засаду даже не подумал спрятаться и занимался бочками мирно и тихо. И я его заметил и, собственно, подорвал на его же бочках. И таких историй море. Сиуфивз это игра про истории, фактически их генератор. В этом они схожи с Римвордом. К примеру, однажды мы вдвоем накопали очень много золота. Это само по себе было весело, но на пути Форд Пост, куда мы хотели это все продать, мы столкнулись с живым кораблем и именно в тот момент на нас еще и Кракен напал. Как мы от всего этого отбились, сам даже не помню, но очень скоро за нами в погоню отправился уже другой корабль. Мы не могли зайти в Форд Пост с кораблем на хвосте, потому мы решили завести его в Шторм и дать ему бой. Шторм это то еще приключение само по себе, потому что все шатает, гроза бьет там то в мач, то в тебя, то просто рядом. Если на мачте бочка с порохом стоит, так это вообще весело получается. Ну и, конечно же, льет дождь, который заливает триумф так, что приходится постоянно бегать с ведром и вычерпывать воду. И во время боя в Шторме на нас напала еще и нежить, притом преимущественно именно почему-то на нас. Пришлось быстро сматываться, и нам это каким-то образом удалось, и мы даже сбросили погоню. И чтобы переждать беду, мы спрятали корабль на острове, где заодно решили поискать клады. И мы даже нашли их, но мы тогда еще не знали, что вулканы тоже извергается. Когда мы вернулись к кораблю, он как раз уже затонул вместе с сокровищем. К счастью, мы его выудили из воды, имею в виду сокровища, корабль-то уже, конечно, погиб, и запрятали все в вулканической пещере. Притом, все это было в припрыжку, так как горящие гейзеры и вулканические камни не давали нам покоя. В итоге, напарник русалочем такси уплыл за кораблем, а я остался сторожить сокровищницу и бегать от камней. Притом, мы понимали, что подплывать опасно, и потому ему пришлось еще искать лодку, что тоже нужно постараться найти-то ее. И уже на лодке мы сумели вывести сокровища из зоны поражения вулкана, и уже на пути в форт-пост на нас напал еще и мегалодон. Правда, после всех этих приключений мы его даже не заметили и замочили довольно легко. И это было лишь одно из множества наших приключений. И все эти приключения подкреплены просто небывалой атмосферой, чуть ли не полного присутствия. Плывя на корабле, ты будто бы ощущаешь запах морского бриза, сырость в плескающейся воды и вонь пороховой гари. Все дело в проработке звуковой составляющей и анимации, особенно анимации и поведения корабля на волнах. В общем-то, это лучшая игра про пиратов из несуществующих. И даже лучшая игра про мореходство. Даже корсары в этом плане хуже, но лишь потому, что они вышли 15 лет назад. Подкрепляет все это прекрасная музыка, она волшебным образом передает настроение игры то самое пиратское настроение. От такого так и хочется зарать йо-хо-хо тысячи чертей. Мирные треки тут так и навевают то самое пиратское умиротворение. Ты не чувствуешь себя заложником на корабле, ты будто бы живешь в море. Но когда начинается бой, то оркестр накаляет атмосферу. Так хочется безудержно полить из пушек во все стороны. Ну и конечно же, в спокойное время можно просто самому играть на инструментах, при том, тут их несколько типов, и если у тебя в команде 4 человека, то можно устроить настоящий импровизированный пиратский оркестр. Ну и конечно же, что касается моделек, то они имеют определенную стилистику, которую в каком-то смысле можно назвать мультяшной, хотя это неверно. Но это явно не реализм. Это неплохо, просто необычно. От нее все происходящее, тем не менее, не кажется несерьезным, и это главное. А с другой же стороны, солнечный свет, а главное вода, выполненный очень даже реалистично. Вообще, Сиу Фивс самая реалистичная и красивая вода из всех, что я встречал в компьютерных играх. Красивее и круче воды, наверное, нет нигде. И ты не просто видишь ее в отдалении, ты именно по ней плаваешь. Вкупе с отличным светом и палитрой красок это просто небывалое зрелище. Это одна из красивейших игр из всех, что я встречал. Пусть и это и заслуга дизайна в том числе, собственно говоря, это вообще нормальная ситуация. Как бы то ни было, это факт. Однако, все это раскроется, скорее всего, лишь в команде. Я сомневаюсь, что в одиночку в это все захочется играть. Все же, это командная игра, как ни крути. А найти сыгранную команду даже из двух человек это уже порой задача непростая. А случайные попутчики не знают слова слаженность. Минус ли это? Нет, это просто особенность. А вот минусы у игры есть. Я не буду говорить о мелких деталях, которых не достает игре, скажу именно о серьезном недостатке. Как говорится, крепок наш дракар, да днища в нем дырявые. Тетевое соединение в игре отвратительное. Наверное, одно из самых отвратительных из всех, что я встречал за всю свою историю игры в компьютерной игре. Ты постоянно вылетаешь. Благо, можно вернуться в сессию, если ты с командой и фактически ты вылетел и тут же вылетел. Это все заняло минуты две. А вот если ты без команды плаваешь, например, и держателя корабля, так сказать, нет, плакали награбленные сокровища. Ну и, конечно, потери части экипажа во время сражения, пусть даже на время, это то еще счастье. Сервера могут внезапно слиться воедино, если, например, их много и на каждом по одному человеку. Но в этом случае часть команды может не подключиться к тебе заново. Мы так недавно пропукали пару часов игры. В общем, сетевым кодом нужно срочно что-то решать. Но вместо этого разработчики добавляют в игру новые скины и кампании. Что, конечно же, очень даже хорошо, но вот проблему, к сожалению, не решает. И проблема эта критическая. В командной игре частые разрывы очень даже мешают. И не нужно говорить, что это только у меня такое. Почему-то ни в одной другой игре подобного у меня сетевым соединением нет. Надо просто уметь латать баги. Ну, как корабль досками. К счастью, это все из крупных минусов. Что до мелких, ну, на них тут вообще трудно обращать внимание. Нет-нет, да придет что-то такое в голову во время того или иного действия. И ты, как истинный пират, пару раз ругнешься на разработчиков, попугай тебе поддакнет, и через полчаса ты об этом даже не вспомнишь, потому что в Силфивс тебе никогда не бывает скучно. Так что, если вдруг засиделись на суше, то у вас есть замечательная возможность, крысы сухопутные. Собирайте пожитки и вперед в открытое море стомедуз мне в гальюн, в море воров, йо-хо-хо, и чашечка чая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова